Так-так-так, на улице наступает весна, а это означает, что уже совсем скоро мы будем ходить в довольно легкой одежде, которую не сильно хочется обременять тяжелыми девайсами. Поэтому я составил топ лучших девайсов на теплое время года. Но это не просто топ лучших девайсов, это лучшие девайсы, которые можно купить до 30 долларов. А перед началом этого топа я хочу сказать, что его составлял я, и в нем будет рассказываться исключительно мое мнение. Если вы с ним не согласны, то прошу вас в комментарии, там мы все и обсудим. Поехали. Седьмое место. На этой позиции остановился девайс от довольно популярной компании, которая уже успела взорвать вейп-рынок своими прекрасными одноразками. А речь пойдет про Elf Bar RF350. Примерная стоимость 15 долларов. Девайс отличается своим приятным и минималистичным дизайном. Огромной цветовой палитрой и просто шикарными картриджами с самой настоящей сигаретной затяжкой. Данный девайс отлично подойдет для парения высокой никотиновой жидкости. И я хотел бы сказать лично от себя, девайсы обладают просто потрясающей вкусопередачей. Шестое место. Это место занимает девайс от, можно сказать, родоначальников вейпинга. А речь пойдет о компании J-TEC и их девайсе EgoPod. Примерная стоимость 15 долларов. EgoPod обладает довольно большим аккумулятором на 1000 мАч. А если еще учесть тот факт, что у картриджей EgoPod довольно большое сопротивление, то одного заряда этого девайса хватит на один день парения. Полное время зарядки займет у вас не более одного часа. Ну и в конце скажу про затяжку. Она здесь не совсем сигаретная. Это что-то среднее между сигаретной и кальянной. То есть, если вы себе ищите девайс с хорошей сигаретной затяжкой, то нужно поискать что-то другое. К примеру, RF350. Пятое место. Открывает топ-5 девайс от компании Vaparese под названием Osmol. Примерная стоимость 15 долларов. Внутри этого девайса спрятался довольно маленький аккумулятор на 350 мАч. Но мы не забываем о том, что у него довольно высокоомовые картриджи. Это означает, что такого одного девайса будет хватать как минимум на один день парения. Но еще я вам хочу сказать, что у него довольно быстро заряжается аккумулятор. Данный девайс создавался для того, чтобы парить высоконикотиновую жидкость. Но на нем можно смело парить даже нулевку. Главное, чтобы соотношение глицерина в жидкости не превышало 60%. Четвертое место. Это, наверное, мой самый любимый девайс от компании Vaparese. Ну, как минимум за этот год. А речь пойдет о бар-под. Примерная стоимость 17 долларов. Необычный дизайн. Максимально приятные ощущения от удержания и использования. В нем есть даже 4 режима обдува. Очень хорошая и качественная затяжка. Вкус ощущается на все 100%. Также этот девайс прекрасно передает никотин. Ну и на закуску всего лишь за 17 баксов вы получаете невероятно красивый батарейный блок. Два картриджа, которые можно перезаправить. И один кабель USB-C. Бронзу получает очередной девайс от компании Vaparese, а именно Renovo Zero. Примерная стоимость 25 долларов. Корпус мода целиком выполнен из металла, поэтому он обладает ну очень приятной тяжестью. А общая монолитность делают его невероятно юзабельным. Внутри девайса находится аккумулятор на 650 мАч. Заряжается он силой тока в 1 А. А это означает, что от 0 до 100% нам нужно будет потратить не более 40 минут. Ну и ни в коем случае нельзя обходить стороной его прекрасные картриджи. Они обладают очень удобной клапанной заправкой, отличный вкус и прекрасная никотинопередача. Ну и на закуску Renovo Zero обладает тремя режимами парения. Так что всегда можно будет настроить девайс под свои нужды. Второе место. Серебро этого топа получает очень модный и стильный девайс от компании Vapareza под названием X-RosPod. Примерная стоимость 28 долларов. Девайс получился немаленький. В высоту он аж 112 мм, а в ширину 23. Но при таких размерах он не выглядит громоздким. Корпус мода выполнен из цинкового сплава. Внутри девайса спрятался довольно большой аккумулятор на 800 мАч. Заряжается он силой тока в 1 Ампер через порт USB Type-C. Так что он заряжается от 0 до 100% примерно за 40-50 минут. Также у мода есть два режима парения. Это либо 11 Вт, либо 16 Вт. Ну и на закуску напряжение на картридж может подаваться двумя способами. Либо от нажатия на кнопку Fire, либо от затяжки. Ну и первое место этого топа, так сказать, золотую медаль, получает компания Smount. И их девайсы Charon Baby и Battlestar Baby. Примерная стоимость 28 баксов. Это невероятно компактные и очень приятные девайсы, которые отличаются лишь своим внешним видом. Функционал в них одинаковый. Внутри них находится аккумулятор на 750 мАч. И поверьте, заряжается он очень быстро. Говорю как уверенный пользователь этого девайса уже на протяжении, наверное, одного года. По вкусу также никаких вопросов нет. Если честно, я вообще не помню, чтобы какая-нибудь подсистема так отлично передавала вкус, как картриджи Battlestar и Charon Baby. Ну, точнее, испарители. Но я хочу сразу сказать, если вы хотите девайс с сигаретной затяжкой, то Charon вам не подойдет, поскольку у него такая идеальная середина между сигаретной и кальянной затяжкой. На этом все. Я надеюсь, что данный ролик был полезен для вас. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok